МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увезен в неизвестном направлении и в течение суток содержался в каком-то непонятном помещении. Под действием пыток с применением физического и психологического давления его принуждали прочесть предложенный текст присяги к ИГИЛ. Сюжет присяги сняли на телефон Хабибулы и выложили на его страницу ВКонтакте. Затем борцами с терроризмом Хабибулу был доставлен в полицию, и 19 октября сотрудники ФСБ обвинили его в терроризме по якобы нашедшей в социальной сети информации о его присяге к ИГИЛу. На протяжении данных трех суток обработки Хабибулы были применены физические и психологические действия со стороны так называемых борцов с терроризмом и в отношении его соотечественников района Хамадони, Республики Таджикистан, которые проживали вместе с Хабибулу на арендованной квартире. Вломившись в квартиру, избили их под предлогом того, что они являются исполнителями и сообщниками террориста Хабибулы, заставили купить билеты и покинуть Россию. Следует полагать, что еще один псевдоотчет будет представлен силовиками, главной целью которых является получение прибыли с государства в виде премии и званий, руководству о якобы пресеченном террористическом акте и нейтрализации террористической ячейки. Для России борьба с терроризмом превратилась в собственный продукт, который рассчитан на экспорт и никому не нужен в такой скоропортящейся оболочке, противоречащей природе человека. К сожалению, иной проект качества развития предложить России другим народам не в состоянии, пишет Бахром Хамроев. Они арестуют для того, чтобы показать общую тенденцию.